всем доброго времени давайте посмотрим таро новости экстренные новости какие новости у вас на пороге что за новости какие новости идут на порог там давайте посмотрим загадываем сейчас ой блять себя загадывать больше никого не нужно кроме себя так немножко отодвину да за более личную консультацию вы можете обратиться ко мне на ватсап номер ватсапа я указываю под видео давайте посмотрим какие новости на пороге какие новости у вас на пороге в дороге может люди какие в дороге на пороге а Продолжение следует... 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 Это мужчина, мне идёт мужчина. Знаете, такой вот мужчина, который постоянно в дорогах думает о вас. Мужчина, который несёт тяжёлый груз мыслей какой-то за счёт вас. То есть очень тяжёлый груз мыслей у этого мужчины. Этот мужчина постоянно в движении, он активный. То есть такой активный, он постоянно куда-то ездит, он постоянно куда-то вот ходит, он постоянно, знаете, как вот где-то вот находится в постоянных дорогах. То есть человек, который думает о вас в дорогах, мужчина, этот разговор для него важный, он хочет поговорить, я вижу движение, я вижу движение и тяжелый груз у этого мужчины за вас мыслей, то есть мужчина постоянно в движении, что-то он с собой принесет, какую-то информацию или тяжелую информацию, или все-таки информация, которая должна была до вас когда-то дойти, не дошла. То есть да, ну вот идет такой вот на пороге человек. Кто-то проявит силу? Кто-то хочет проявить к вам силу? Либо же у кого-то придет такое уведомление о том, что они восхищаются вашей силой, либо же кто-то хочет проявить эту силу, связанную с вами, то есть или же кто-то хочет сказать, что мы не ожидали от тебя такой силы. Сейчас посмотрим. Ну тут какая-то карта родственная, да, тут какая-то карта близких друзей, родственных связей. Ну вот она, женщина. Женщина к вам проявляет силу. Давайте посмотрим, что там определенно за женщина. Знаете, такая женщина, которая считает, что ей должно все идти, то есть все деньги, которые есть у вас, должны идти ей. То есть женщина, которая сейчас ловит каждую монеточку, каждую монеточку, она зависима от денег, она зависима от действительно Пентакли, то есть ее интересуют ваши деньги. А как она будет проявлять силу? Через какого-то мужчину. Тут есть мужчина и женщина, которые хотят проявить силу, связанное что-то с деньгами. Сейчас минуту я воду выключу. Что-то с деньгами. Здесь есть женщина и мужчина, которые хотят проявить силу. Силу или же посмотреть, как вы будете проявлять свою силу. Да, их два человека, которые воедино сошлись, а что-то связано с деньгами. То есть или же кто-то хочет надавить на вас морально, чтобы вы не показывали, допустим, свою силу. Очень много денежных карт. К вам засылают человека. К вам хотят заслать человека. Он может быть с другого города, что-то, знаете, такое чуждое. Может, с другой страны. Может быть, другой религии этот человек. То есть вот хотят такого заслать к вам, потому что есть у вас, они считают, какая-то информация. То есть это могут заслать те люди, которых сейчас я назвала. Мужчина и женщина. Может, могут и другие. Какого-то мужчину, который хочет выпытать от вас информацию. То есть мужчина, который придёт к вам в виде засланного. Потому что здесь идёт такая информация, что здесь засланный человек. Ну да, конечно, который считает, что у вас есть то, что нужно ему. То есть это такие вообще, знаете, тяжёлые карты. Считают, что с вас можно что-то взять. Это даже у кого-то может быть и бывший мужчина. Карта любовного треугольника. Сердечных дел. Вот идёт такой вот человек. Может даже быть и бывшим человеком. Бывшим, да? Каким-то родным. Тем человеком, с которым вы общались. Скорее всего, бывший к вам засылает человека. Потому что сам не может сдвинуться с места. Потому что не свободный. Не свободный. И проведать обстановку, как вы и что вы. Он будет это делать через какого-то мужчину. Потому что остались чувства. Потому что остались чувства. Я смотрю, что вы испили чашу боли. Вам настолько было больно. Вы испили чашу боли. Вы настолько испили. Вам настолько тяжело и больно в данное время, сейчас. Я смотрю, что вот настолько чаша боли испита, что кто-то уже устал. Кто-то выплакал все слёзы. Кто-то уже не может. Кто-то не может. Кто-то играет. играет роли, что он счастлив. Вот вы вынуждены это делать. Потому что очень много людей, которые хотят, чтобы вы сломались на данном пути. Очень интересная картина. Женщина, эгрегор ислама. Религия ислам. Это мусульманский эгрегор. Интересуется вами. Это мусульманский эгрегор. Я вижу очень много мечетей. Я вижу много равнин. Тут восточные узоры. Она интересуется вами. Давайте посмотрим, кто. Женщина, связанная с мусульманским эгрегором. А кто она вам? Тут какие-то новости могут быть от нее. Но вы ее не знаете. Она вас знает. Она за вас интересуется. Достаю карты. Конечно. По нехорошему аспекту интересуется. Встречу хочет. Хочет встречу. Она интересуется, пробивает почву. Действительно, да. Мне хочется с вами встречи. Она злая. Она такая, знаете, сейчас у нее уши востро. Что-то даже пишет, пишет за вас. Ей нужна с вами встреча. Она с вами на расстоянии. То есть, от вас она хочет какую-то правду. То есть, она от вас хочет какую-то правду. Какой бы она ни была. То есть, она считает вас верховной жрицей, у которой есть тайна. Связанное что-то с тайной насчет нее. Может быть, это, знаете, что-то связанное опять же с любовным треугольником. Но она хочет какой-то месть. И тут месть. Тут месть. Тут очень много крови. Вообще, люди, которые очень много за вас думают в последнее время, на протяжении двух недель, считают, что вы что-то скрываете. Почему-то очень много моря крови. То есть, люди, которые обвиняют вас в своих бедах. То есть, будет очень много людей. Минуточку, да, сейчас я на телефон отвечу. Алло? Кто это? Кто ты вообще звонишь мне? Так, прошу прощения. Вот. Люди. Очень много людей будут обвинять вас в том, что вы виноваты в их бедах. Люди, которые не могут сами решать свои проблемы. Люди, которые не могут отложить себе и копейки. Люди, которые не могут заработать ни на что. Будут обвинять вас во всех тяжких грехах. На кого-то будет делаться магия. Ну, смотрите. На кого-то идет нападение. А может, нападение даже и на детей. Оф, да. Очень много, извините, такой информации. Я постараюсь сказать помягче, конечно. Но даже не знаю, как выразиться мягче. Или как постараться помягче высказаться в ютюбе. Есть люди, которые планируют вашу кончину. Есть люди, которые планируют вашу ход. Это может быть и так, и по магии. Но я не буду здесь это говорить. Меня уже понимают, о чем я говорю. Причина ваша правда. То, что вы говорите, трубите. То, что вы можете постоять за себя. Сказать правду. Не будете жить во лжи, в лицемерии. Ну, то, что у вас, во-первых, считают, что есть какие-то ресурсы денежные. Из-за этого. Тут есть люди, которые хотят вашего ухода, потому что они видят, что у вас есть денежные ресурсы. Тут вообще расклад такой очень тяжелый и опасный. Здесь будет магическое воздействие на вас. Кому-то действительно нужна защита. Будут делать полнолуние. Что касаемо даже детей. Ну, вот. Нападения. Нападения будут сущи на вас. На ваш дом. Неважно, где вы живете. Настоящее съемное жилье. Резко будет все меняться у вас. Ну, да, конечно. Yes. Насмерть. На вас идет порча. Да, порча. Я могу очень много сидеть и рассказывать за вас информации, но не буду, так как я много знаю, как ведущий человек. Но я расскажу лишь кусочки, потому что не для того, чтобы вы обратились ко мне на личные расклады. Это уже сам, кто как хочет обращаться или нет, потому что здесь очень много такой информации, которую нельзя говорить в YouTube, но она есть, и она очень страшна. Те люди, которые смотрят меня сейчас, это очень страшная информация, вплоть до того, что хотят убрать ваших детей. хотят, чтобы ваша жизнь резко поменялась на 100 градусов. Многие, которые сейчас писали мне там в комментариях, я читала эти комментарии, я слушала, я читала, точнее, да, я слушала, я читала. Смотрите, тот, кто пишет, да, будут они наказаны за магию и так далее, да, ну, никто не будет успокоиться, пока вы сами не возобновите эту справедливость. Понятно, вам тут карты говорят, возобновите справедливость через мага. Вы не сможете сами, вы будете пока сидеть и ждать, пока люди умрут, вы умрёте сами. Есть мужчина, который хочет поймать ваших денег. Мужчина, который положил глаз, зоркий глаз на ваши деньги. Понятно? Так. Этот человек считает, что он может выбраться из своих проблем благодаря вам. То есть есть мужчина, который хочет развязать себя по рукам и ногам, расквитаться с должками благодаря вам. И он идёт к вам. А кто это? Это бывшие? И тут могут ещё два бывших быть. Могут быть два бывших. Или же один тут выпал в двух, да, таких ипостасиях, понимаете? Когда ему надо, он плохой. Когда ему надо, он хороший. Вот такой вот мужчина идёт к вам на порог. Вот такой идёт к вам на порог мужчина, да. Идёт ещё такой мужчина. Это относится к клиентам. То есть клиентам, говорю, к тем людям, которые работают сами на себя. Если вы работаете сами на себя, вы можете поймать такого клиента, который готов оплатить ваши услуги достойно. Знаете, не такие клиенты, которые вот ко мне попадаются, да. Но я думаю, что не только ко мне во все сферы они попадаются. Вот у которых есть деньги, да, но они лучше потратят на какую-то хуйню, нежели потратят на что-то благое или там нормальное, или на помощь себе, да. Такие клиенты тоже попадаются. Опасайтесь острых предметов. Я не буду, я не то что говорю загадками, просто здесь очень много информации, которую я не могу говорить. В данное время, сейчас. Идёт охота за вашими деньгами. Людям нужны ваши деньги. Да, людям нужны ваши деньги. Люди плачут из-за ваших денег. Люди хотят жить так, как вы. Но люди привыкли мечтать и ничего не делать. Идёт какой-то мужчина, чтобы помириться с вами. Да? Да. Этот мужчина очень хитрый. Вот, этот мужчина очень хитрый и проворливый. Он знает очень много тайн. У него очень много тайн за вас. Идёт какой-то мужчина, который знает про вас тайны. Мне карты говорят. Который знает про вас тайны. Такой мужчина идёт на порог. Да, он прям идёт к вам на порог. Он знает про вас очень много тайн. Есть человек, который хочет поймать шанс благодаря вам. Что-то вы... Подлечиться благодаря вам. Опять говорю. Опасайтесь острых ножей. Да, очень много смерти. По поводу детей. Пусть дети опасаются воды. У кого дети ходят на плавание. Что-то связано с вашим домом. Хотят... Кто-то хочет... Точнее, я положил око на ваше жилище. На ваши, так сказать, хоромы. Ну, грубо говоря, да, жильё. У кого что? У кого хоромы, у кого избушка. Не важно. Это не важно. Кто-то положил глаз на ваши апартаменты, где вы живёте. Имейте в виду. Вот такой был расклад. Но за более личными консультациями вы можете обращаться ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp я указываю под видео. Всем добра. Не болейте. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok